всем любителям вышивки привет ну что друзья я закончила свой несколько дневный проект подарок от моей подружки алины наборчик от компании пана под названием любовь в доме проектик длился буквально там два три дня вышивала я его в день там по часу может то есть я что хочу сказать а то что такой наборчик можно вышить наверно за полдня так что если кому-то нужно сделать срочно какой-то небольшой подарочек всем рекомендую такой набор и так мои итоги набор от паны не понравился ниточки от фирмы гамма мне тоже понравились несколько раз они пытались путаться но это может даже потому что я что то неправильно куда-то выводила иголочку да ниточки блестят вообще никаких нареканий у меня нет канва тут положено тоже гамма но как-то с номером тут мне непонятно написано что канва вот к 0 4 но я как-то так по своим ощущениям думаю что здесь номер 16 если был бы если бы это была канва от 2 год потому что что-то между 18 и 14 дальше ниточек положено с огромным запасом так что если вышивать большой набор и если они также комплектуют большие наборы то тогда эти наборы надо покупать с огромными количествами и наслаждаться вышивкой данных наборов потому что никакого вообще не было бы страха что чего-то не хватит потому что производитель положил очень с большим запасом плюс еще то что я вышиваю не экономя нитку я ну на данной вышивке конечно старалась не делать больших протяжек потому что здесь такое места не зашивается потом это просвечивается при оформлении но все равно я не вышиваю там до сумма не схожу каждый там миллиметр не экономлю поэтому вот у меня столько еще осталось можете посмотреть достаточно большое количество если бы я больше экономила я думаю что можно еще один такой же наборчик вышить так ну что вот такой дизайн нам предполагаю предлагал точнее автор вот такой но допростить меня художница схемы дизайн дизайнер алина ильина и вы тоже меня вышивальщики и вышивальщицы простите но я внесла в данную картину некоторые изменения я посоветовала саши и мы как-то решили что этот иероглиф мы не хотим видеть на данной картинке поэтому я тут особо не мудрила а на пузике мальчика то есть саши вышла вот такой же цветочек только в других тонах то есть если у девочки цветочек розовый и красный комбинируется так я вышла голубой и зелененький ну просто то что было в наборчике те ниточки я использовала так теперь что по поводу разметки когда я начинала вышивать данную картину мы как-то салины болтали по скайпу обсуждали вообще подготовки разных дизайнов подготовки канвы и до организации процесса и мы вот с ней пришли к такому выводу вот как можно как другие девочки расчерчивают всю канву сразу вот я бы так говорю не могла я бы точно где-нибудь ошиблась а потом бы это где-нибудь проявилась бы уже потом ничего исправить нельзя и что вы думаете ляпнула я своим языком и вот тут вот я надеюсь на свои способности что я прям уже такая тут опытная вышивальщица но это я так и решила и что тут такой же прям маленький проектик расчерчу и размечу к я сразу всю картинку всю канву ну то есть там да этих 8 на 5 там этих в общем квадратиков и что вы думаете теперь приближаю вам и вы можете видеть что вот тут вот посредине вот тут посредине я конечно же ошиблась тут я сделала не 10 клеточек а 11 поэтому потом я еще дочертила ну и то есть от этого места у меня все до конца шло неправильно я это заметила еще вышивая травку вот тут вот травку поэтому я очень быстро это все исправила но ничего страшного но опять же я убедилась что я не могу расмечать сразу всю канву и больше я так делать не буду дальше я вышивала так знаете вообще на полном расслабоне уже перед самым снов постели как-то девочку я вышла вообще без проблем но у мальчика тоже я сделала небольшую ошибочку вот тут давайте приближу так не фокусирует почему-то камера вот вот здесь должны были быть свободные клеточки уже где-то вот отсюда то есть я на две клеточки больше вышла у меня тут все так слилось слилось я попробовала распороть растянулись другие нитки все было бы некрасиво но я думаю оставлю-ка я так ничего страшного так если бы наверное я не сказала никто бы не догадался но чуть-чуть крылышко получилось толще да ничего страшного вот данный цветочек мне тоже очень нравится я не знаю скажите как вам принимаются все мнения без всяких обид конечно может кому-то больше вот я положу для сравнения картинку нравился бы вот такой вот иероглиф я прошу прощения очень отсвечивает вот но мне очень нравится мой цветочек вот так что еще могу сказать по поводу вышивки крестики я думаю получились достаточно ровненькие крестики полукрестики но бэкстич все таки тут производитель указывает вышивать в две ницы ну я конечно начала вышивать отшила какой-то кусочек и уже потом увидела что все таки изящнее и нежнее был бы бэкстич исполнен в одну ниточку но конечно пороть я уже тоже не стала я просто наверное при оформлении это учту и сделаю какую-то такую знаете помассивнее рамку ну конечно не не прям там массивную какую-то ну такую вот потолще чтобы как-то это все так вот в общем образе слилось по поводу разметки я размечала карандашом прим и мне одна зрительница спрашивала у меня не боюсь ли я размечать сканвуд данным карандашом вот поэтому я и попробовала на такой небольшой картинке я не знаю смотрела очень много линейных видео и она везде очень расхваливала данный карандаш что вообще без проблем он стирается но у меня чуть-чуть конечно есть такое переживание я надеюсь что все таки все будет нормально потому что я в маркере прим и dms абсолютно уверенно они смываются сразу же при первом же прикосновении с водой скажем так да и даже вот работа которую меня лежала очень длинное долгое время все равно разметка сразу смывалась насчет карандаша я не знаю я посмотрю обязательно вам расскажу вот и прошу прощения за такой не очень опрятный вид и канвы потому что только-только я сняла со своих пальцев данную работу и сразу с вами делюсь вот понесу в багетку вместе уже но еще хотя бы знаете сегодня меня закрались новые мысли что может быть все таки подготовить зимний пейзаж что тогда такое и вот эту картинку с тем пейзажком отнести а уже танцовщица подождет но это так мысли вслух еще не знаю еще все подумаю раскидаю мысли может лучше время экономить но не знаю так что будет такие вот у меня дела закончила я данной проекте очень рада я очень счастлива мне он очень нравится миленький очень такой дизайн пупсики вообще китаёзы такие прям вот это мы когда просыпаемся таки обываем чуть часа пухшие если вот у нас свободный день сашим и спим хотя я не из тех которые любят там дрыхнуть долго я конечно люблю поспать но у меня всегда все равно надо то надо идти на спорт надо идти вышива слышу стать повышевательный стать книжку почитать как бы я стараюсь меньше спать потому что очень хочется всего сделать но бывает все равно такие иногда дни когда ты просыпаешься такой да вес опухшенький такой чуть-чуть заспанный такой вот такие мы такие бываем китаёзы все всем спасибо за внимание до очень скорых новых встреч друзья целую пока